Первое упоминание о посте мы и в Священном Писании встречаем, и особенно образом для поста Великого послужил 40-дневный пост Иисуса Христа, когда Он после Крещения удалился в пустыню и 40 дней пребывал в посте и молитве. И пребывает в посте и молитве, Он преодолевает искушение дьявола, который искушал Его в пустыне, и выходит на общественную проповедь. И когда, подражая Иисусу Христу, Господу нашему, мы точно так же постимся 40 дней перед Пасхой. А если быть точными, то Великий пост продолжается 49 дней, то есть 7 недель, то есть 6 недель самого поста и 7 неделя страстей Христова, так называемая страстная сельминца. И целью поста является подготовить нас, верующих христиан, к празднику Святой Пасхи, самым главным праздником в нашей Церкви, в нашей христианской жизни. Святые отцы говорят о том, что для того, чтобы преуспеть в духовной жизни и в развитии своей духовной стороны жизни нашей, мы должны немножечко умерить свою телесность. И мы знаем, что, допустим, путь монашества, он целиком посвящен в том числе и посту, то есть в постной жизни отказа от каких-то телесных лечений и обычных наших привычных нам образов жизни. И когда мы таким образом размышляем о пусти, о необходимости поста, мы понимаем, что ведь в обычной нашей жизни, когда мы просто живем, мы чаще всего просто следуем по пути каких-то наших «я хочу». То есть я хочу покушать, я хочу поспать, я хочу отвлекаться, я хочу еще что-то, я хочу чего-то. И мы совершенно забываем то, что такое «я» на самом деле. Получается, что «я» — это мое тело. Мое тело хочет покушать, мое тело хочет поспать, мое тело хочет отвлекаться, мое тело хочет еще что-нибудь. И вот мы идем к вопросу, удовлетворяя такие сиюминутные желания нашего тела, которые становятся в свое время все больше и больше. И вот во время поста мы пытаемся научиться говорить себе «нет». Говорить себе «нет» в самом простом, что нас окружает. Прежде всего, в пище, которую мы употребляем каждый день. И вот эти размышления о душе, они выходят во время поста на первый план. То есть чем мы кормим душу? Размышлениями, молитвами, определенными настроями и определенной работой. То есть мы побуждаем себя к определенному виду деятельности. Ведь никто из нас не хочет прямо так сказать, молиться или делать добрые дела. Мы себя побуждаем к этому. И вот этот путь мы совершаем, переживая каждую неделю поста. От одного смысла к другому, более сложный. И, как я уже сказал, первая неделя — это неделя торжества православия. Вторая неделя — неделя Григория Павлама, святителя Григория Павлама. Третья неделя — крестопоклонная, четвертая неделя — Иоанна Лественничка. Пятая неделя — преподобная Мария Египетская. Шестая неделя — это поход Господним Иерусалим, праздник. И седьмая неделя — это уже Пасха Христова. И размышления о каждом этом событии, о каждом этом человеке, наполнение себя примерами святости и примерами христианской жизни и является тот труд, который мы вместе с телесным трудом, вместе с пастом телесным также используем в деле нашего духовного возрастания.